Проект развития стратегии 2030 рассматривают сегодня на заседании правительства. Напомним, документ также обсудили во время межрегиональной научно-практической конференции с участием главы региона Егора Борисова. Стратегия определит не только приоритетное направление, но и экономический потенциал республики. Оксана Устинова продолжит тему. Как отметили участники конференции, стратегия 2030 может служить ориентиром для других регионов, так как в ней заложены базовые идеи. Стратегия – это, собственно, стратегия развития экономики. Экономика развивается для того, чтобы люди жили лучше, для того, чтобы выводить на качество новый уровень жизни. В том числе и, скажем, для малочисленных народов Севера. Почему они должны жить в XIX веке? Как можно быстрее выводить их на качественно новый и более комфортный уровень жизни, сохраняя их, конечно, национальные и народные традиции, принципы? Во время работы над стратегией эксперты детально проанализировали все сферы жизнедеятельности не только России, но и развитие мировой социально-экономической системы. В Якутии также было проведено масштабное обсуждение документа. Но надо честно признать и сказать, что, конечно, львиная доля этих предложений касалась конкретных объектов, которые мы не можем отразить в стратегии. Они будут отражены в планах по реализации стратегии и в государственных программах Республики Саха и Якутии, которые будут приняты в рамках реализации мероприятий стратегии социально-экономического развития. Предложения были разного характера, но большее внимание жители акцентируют на развитии инфраструктуры и местного производства. Должна быть транспортная структура, чтобы человек мог, скажем так, общаться со всем внешним миром, жить в благоустроенном жилье и комфортно себя чувствовать. То есть это развитие энергетики, опять же, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Ну и, соответственно, благосостояние человека зависит от того, что если есть у него работа, то есть будет достаток, значит он будет комфортно чувствовать. То есть это, опять же, развитие производства. В разработке стратегического документа приняли участие множество экспертов, министерств и ведомств. И главная цель разработчиков, чтобы он не был сухим формуляром, а реальным механизмом для реализации масштабных идей. Из тех документов, что были представлены нашими коллегами из Республики Саха, мы сейчас уже видим, что можно создать очень неплохие проекты. Я убежден в успехе, если мы будем все скоординированно действовать на этом пути. Оксана Устинова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.